Здравствуйте, меня зовут Борисов Алексей, я практикующий врач-невролог. И основная сфера моих профессиональных интересов лежит в области отоневрологии, то есть в области стыка наук между отториноларингологией и неврологией. А именно, мое любимое направление это головокружение. И я уже неоднократно говорил, что самой частой причиной вестибулярного, так называемого системного головокружения является ДППГ. Или, если расшифровать, доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение. Данная патология встречается достаточно часто. Она, к счастью, не угрожает ни жизни, ни здоровью человека, нередко проходит сама, но при этом все-таки влияет на качество жизни, нередко пугает человека и нередко является причиной развития психогенного головокружения, которое подается лечению хуже. Диагностика ДППГ заключается в проведении специальных диагностических маневров. О наиболее распространенном опробе Дикса Халпайка я уже говорил в одном из роликов. Но лечение заключается в проведении репозиционных маневров. Репозиционные маневры это, по большому счету, такая особая гимнастика, то есть проведение головы в определенном положении. И это все приводит к тому, что заболевание проходит за счет того, что его первопричина, то есть попадание атолита, так называемого небольшого, можно сказать, кристаллика кальция или нескольких кристалликов в область полукружных каналов из области атолитового аппарата, то есть из той области, где они должны быть в норме, в ту область, где они в норме быть не должны. Репозиционный маневр лечит ДППГ, но, к сожалению, есть такая штука, как рецидивирование ДППГ. И данный ролик-то больше посвящен именно рецидивам, повторениям случаев ДППГ. Почему это происходит, никто, к сожалению, до конца не знает. Наиболее часто это происходит, если первопричиной первого эпизода ДППГ являлась травма. По-видимому, нарушается работа атолитового аппарата, что приводит к тому, что в дальнейшем легче атолиту оторваться и попасть в полукружный канал. По данным разных авторов, это не мои личные данные, а статистика достаточно крупная, рецидив ДППГ в первый год после эпизода ДППГ, вероятность, точнее, рецидива равна примерно 15%, и в течение 5 лет данная вероятность увеличивается примерно до 30-50%. То есть, достаточно частое явление, но все же это не 100% случаев. И если брать мою личную статистику, менее крупную, чем статистику из ранее приведенных источников, все-таки вероятность риска развития повторного приступа, она не так велика и не превышает, наверное, 30%. Не буду утверждать, что моя статистика более точна. Может быть, здесь играет роль еще, что я зачастую обучаю пациентов не бояться этой ситуации, и при повторении ДППГ они сами сразу проводят специальную гимнастику, репетиционные маневры, и тем самым, по сути, излечиваются и не обращают внимания, и не приходят ко мне повторно на прием. В любом случае, идеальный вариант лечения рецидива ДППГ – это проведение вновь диагностики, какой полукружный канал затронут, и проведение повторного репозиционного маневра, который позволит убрать отолит на место. К сожалению, бывают случаи, когда рецидивы многократные, и бывают изредка случаи, когда они, по сути, инвалидизируют человека, но это не более десяток долей процента от всех случаев ДППГ. Тогда возможно проведение оперативного вмешательства. Здесь существует два вида оперативного вмешательства. Но все-таки, во-первых, необходим грамотный отохирург, во-вторых, имеется риск некоторых осложнений, в частности, развития тугоухости. Поэтому, естественно, операция – это такой самый-самый крайний вариант, когда жить действительно невозможно. Зачастую человек просто катастрофизирует ситуацию, у него там два рецидива за год случилось. И, естественно, если рецидивы достаточно редкие, но при этом регулярные, нужно просто проводить повторные маневры. Понятно, что к кота-неврологу не находишься. Это, во-первых, не всегда доступно, это не так дешево, нередко. Но можно научиться самостоятельному выполнению маневров. Со временем человек понимать начинает, какой у него канал затронут, какой маневр проводить в той или иной ситуации. И тем самым он, по сути, помогает себе сам. К сожалению, иногда встречается рецидив в виде многоканального ДППГ. Эта штука чуть сложнее лечится, но в любом случае отчаиваться не надо. И если у вас было когда-то ДППГ и случился рецидив, просто лучше всего обратиться к врачу. Для начала можно попробовать самостоятельно выполнить маневр репли. О нем ролик также у меня есть. Попробовать гимнастику Бранта-Дорофа. И в большинстве случаев этого будет достаточно. Для профилактики рецидивов ДППГ, к сожалению, не разработана какой-то специфической терапией. Та же гимнастика Бранта-Дорофа, она не даст никакого эффекта, если в данный момент нет ДППГ. Она не способна предотвратить рецидив. Она даже, может быть, в некоторых случаях способна вызвать ДППГ, если делать ее рьяно на фоне полного благополучия. Единственный метод, который показал какую-то эффективность в ряде исследований, это прием витамина Д3, особенно если исходный уровень витамина Д3 низкий, то есть ниже 30. Но есть ряд данных. Опять-таки, вот такой достаточно известный вот о неврологии профессор Штруб на конгрессе Европейской академии неврологии в 2020 году сказал, что четких данных нету и скорее здесь витамин Д3 не позволяет снизить риск развития рецидива. Но при этом другие авторы говорят о том, что, ну, скорее польза от витамина Д3 в качестве профилактики будет. Поэтому, если есть исходно низкий уровень, то просто стоит корректировать его и с точки зрения других причин. Если была черепно-мозговая травма и из-за этого случилось ДППГ, ну, стоит, наверное, просто морально готовиться к тому, что возможен рецидив, но не стоит тревожно его ожидать. Вопрос отношения и вообще осознанности проблемы, он тоже немаловажен, потому что именно от отношения к проблеме нередко зависит выраженность симптомов. Если вы катастрофизируете ситуацию, тревожно ожидаете рецидив, то выраженность симптомов в случае рецидива, естественно, будет выше. А это не всегда идет на пользу, естественно. Надеюсь, моя информация была интересна и полезна для вас. Я всегда рад вашим оценкам, вашим комментариям, в том числе и негативным комментариям. Это все позволяет развивать мой канал. Спасибо большое за то, что вы у меня есть. Всего доброго вам, здоровья и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова